По иронии судьбы получилось, что первый у нас сертификат и первый автозовый самолет был украинский. И сертификат у нас был украинский первый. Это в апреле этого года будет пять лет. За эти пять лет, во-первых, мы освоили восемь типов воздушных судов. Ну и сейчас по количеству типов воздушных судов, на которых есть одобрение, мы сейчас являемся лидерами рынка России и СНГ. У нас развили свою внуковскую базу, соответственно. Во Внуково у нас на сегодняшний день есть как линейное ТО, так и базовое ТО в Ангаре. Недавно начали это освоили, получили одобрение на выполнение СИЧЕКов на 737 классика. Вообще у нас это типы 737 классика NG, полный спектр, 767, 37-ки Boeing, ATR 4272 500 серии, Airbus 320, Airbus 330 и Embraer 135-145, которые могут буквально недавно специально под компанию Коми Авиатранс, которая к нам обратилась за помощью. А мы так как провайдер практически независимый от этой авиакомпании, мы стараемся всем оказывать свои услуги. Да, и у нас сейчас на сегодняшний день есть сертификаты, кроме Бермудского, который мы вот 8 типов, у нас есть сертификаты АЗА, 5 типов ОС, и российский ФАБ-285, и тоже 5 типов Воздущих судов. Вот так что вот у нас три вида сертификатов, ну, украинские приостановленные, скажем так. Значит, сейчас есть база основная, линейная, это во Внуково. Вот, во Внуково у нас мы способны выполнять на сегодняшний день до 300 нормочасов ежесуточно, вот, это внуковская база наша. Вот, у нас ангар на ЭТО во Внуково, вот, ангар площадью, общей площадью 5400 квадратных метров, вот, и ангар, в котором становится там три самолета типа 737, вот, или 767 и 737, то есть, как бы, и это, и зачастую у нас ангар, все равно в зимний период он у нас перегружен и, ну, постоянно занят, вот. Мы готовы даже расширять ангарные мощности, потому что у нас заказов, заказы превосходят наши возможности ангарные, вот. Потом это, ну, базовое ЭТО у нас мощности мы свои расширили до 250 нормочасов в сутки, вот. Работает базовое ЭТО круглосуточно. В Домодедово, в Домодедово вы знаете, что мы до, это, до октября месяца обслуживали компанию Вимави, она фактически полностью, там, свой новый флот, три семерки, 12 бортов, они, как бы, развили благодаря тому, что мы это, ну, в нашем, это, как бы, коллективном содружести, вот. Но после того, как Вимави ушла с рынка, мы не остановились, мы общаемся с другими авиакомпаниями, у нас вот тот же Коми Авиатранс появился, мы сейчас Нордстар активно обслуживаем, 737 НЖ, вот. Ну, другие компании сейчас мы с ними, Нордавия мы это обслуживаем, там, другие компании, как бы, мы с ними ведем переговоры, вот. Ну, вы сами понимаете, что пока переговоры не окончены, сложно заговорить и там, ну, и, как бы, те называть компании, которые хотят к нам перейти, вот. Мы проповедуем абсолютную лояльность к заказчику, стараемся подстраиваться под любого заказчика, под любую систему, там, их, это, учеты, это. Работаем с системой АМОС, вот, и готовы осваивать еще другие системы информационные для того, чтобы работать на заказчиках, вот. И, что я хочу сказать, что у нас в Домодедово на сегодня мощности позволяет выполнять до 200 нормочасов ежесуточно, вот. Ну, как бы, это вот наша мощность в Домодедово. Плюс недавно у нас открылась линейная станция Пулково. В Пулково у нас 35 специалистов имеют пропуска в Пулково, из них 10 – это сотрудники уже нашей линейной станции, А-25 готовые, там, приехать к командированию, но больше мы не набираем просто потому, что у нас пока нет таких объемов там. У нас по Пулково просто заказы авиакомпании есть большие. Ну, например, там, такие компании, как Азур или Ираэра, которые пытаются осваивать Боинг-3-7, естественно, Пулково, такой аэропорт, как Пулково, обойти его стороной невозможно. Но в то же время найти организацию техническую, которая имеет возможность обслуживать этот тип, и ее такой в Пулково нету. Поэтому мы, как бы, вот это, сейчас дали этот акцент. И авиакомпания «Россия», которая 3-7, она не имеет мощностей для того, чтобы переключаться еще на сторонних заказчиков. То есть они, как бы, они сами, ну, сами себя обслуживают и не готовы на сегодня кого-то еще принимать. Вот, поэтому вот мы решили вот так вот развиваться. Бород Жуков, знаменитый, названный в честь маршала Жукова, да, вот это в Калужской области, рядом с Обнинском находится. Ну, там просто мы нашли, это хорошие площади, достаточно дешевую аренду, прекрасный персонал, вот, специалисты там работают, ну, фактически там, там получается себестоимость технического обслуживания компонентов просто ниже. За счет аренды и за счет персонала вспомогательного. Основной персонал, конечно, он такой же, как это, по стоимости, как и везде, да, вот. Поэтому, ну, вот мы там, это, и плюс там, там такой получился очень сплоченный коллектив. Местные ребята плюс специалисты, все так. И мы, это, сейчас, на сегодняшний день, у нас там 29 типов колес, которые мы обслуживаем, вот. Плюс мы сейчас, у нас задача в этом году добавить туда тормоза, вот, добавить обслуживание аккумуляторов, уже закуплено все оборудование, добавить обслуживание трапов, вот. И, в принципе, очередной аудит у нас состоится в августе, вот, со всем вот этим, вот, как бы, где мы будем расширяться, вот. У нас компонентный бизнес только по сертификату ИАЗа. Бермудский сертификат мы туда не распространяем. Мы в Домодедово начинали с 27 апреля 2016 года с Вимавиа, начинали с одного самолета, да. И они потихоньку набирали там воздушные суда. И в 2017 году, несмотря, что в середине октября Вимавиа перестала летать, но за эти девять с половиной месяцев, всем вот этим парком, который они набрали, то есть у нас получилось просто это прирост весь за счет Вимавиа. То было полгода с малым флотом, и кто-то, поэтому 300 с лишним процентов. Это объяснимо, это не, это, этим нельзя хвастать, потому что это не просто вот, когда уже развитая станция, вот, и она 300 с лишним процентов прирост. Это просто, это развитие, да, поэтому такой прирост получился по Домодедово. А в целом рост у нас порядка, вот по Внукову он составил порядка 20 процентов прирост. Но я вам скажу, что все-таки больше это по Внукову за счет авиакомпании ЮТР, вот, потому что мы больше стараемся глубже, это в техническое обслуживание, базовое ТО добавляет, вот, потом мы ЮТР добавил количество полетов, вот, усложнились у нас активно. В 16-м году ЮТР только пробовал выполнять это, рейсы, это, ну, то есть, как называется это в авиации, три плеча, то есть, три раза из Внукова, то есть, шесть полетов за сутки, да, вот. А в 17-м году это практически весь флот ЮТР выполнял вот эти вот три плеча, естественно, это нам добавило объемов, да, ЮТР это. И более того, я скажу, ЮТР в 17-м году стала авиакомпанией, которая самая регулярная в России, ну, в том числе и благодаря нашему силе. Мы разрабатываем вообще у себя внутри уникальную систему управления рисками, вот, где мы, мы сейчас, у нас наша система, когда мы каждую, буквально, каждую операцию, вот, каждого сотрудника, то есть, мы, как бы, вот так вот путем это, это проверок, эпизодически, ну, таких вот, как бы, точных проверок, мы выявляем это те места, это процедуры, либо тех сотрудников, которые, ну, являются проблемными, да, вот, и начинаем там сосредоточивать все больше свои усилия по проверкам и по тестам, вот. Это все мы заводим все в программу, все проверки, они документированы, они разработаны чек-листы, там нет каких-то проверок субъективных. Обычный чек-лист, который заполняет, там, простой специалист, может быть, даже это, как бы, не, не глубокий специалист вот в этой сфере, просто для него понятные вопросы и ответы, да, вот, и вот путем этого, и мы вот это вот, мы внедряем это в риск-менеджмент для того, чтобы повысить. Мы сейчас, главная задача поднять качество технического курса на уровень, чтобы, ну, просто, чтобы мы были востребованы, и сейчас нет задачи любой ценой объема. Сейчас задача вот именно качество поднять, объемы, чтобы они придут, да, вот, главное качество. Мы хотим внедрять технологию управления персоналом настолько глубокой, чтобы она учитывала всякие всевозможные нюансы, вот, квалификацию каждого специалиста, не только его, это, ну, статус, там, специалист A категории, либо B категории, и вот эту вот систему мы хотим внедрить настолько, чтобы любая работа, вот, оценивалась в рейтинговом соотношении, специалист в рейтинге, вот это вот помогало, вот, как бы, вот, в том числе и добиваться качества. То есть надо поручать сложную работу, это, скажем так, рейтингового специалисту, вот, а простую работу специалисту, которая еще растет, да, вот, как бы, вот, и это должно быть вот тут вот, вот, вот в этом есть и, в то же время, в этом есть и оптимизация, вот, экономия расходов, удешевление бизнеса, вот, естественно, когда оптимизирован бизнес, он становится более привлекательным для компаний, вот. На сегодня мы предлагаем расценки на московском рынке, ну, наверное, там, ниже среднерыночных, да, вот, какая-то, вот, поэтому, и это тоже связано с тем, что мы развиваемся, это тоже напрямую, Постоянно обновление парка воздушных судов, обновление технологий, вот, оборудование, оборудование сейчас поступает такое уникальное, что просто, вот, новое, о котором раньше мечтать не могли, и все. И более того, техника, техника становится таковой, что все меньше и меньше наших вмешательств нужно в эту технику, да, вот, а в чем-то она даже упрощает, там, современные самолеты, даже там, их системы, они подсказывают, какая там, какой конкретно блок отказал, там, или что-то, вот, как бы, это тоже упрощает. Авиация движется в сторону уменьшения затрат на мейтененс, вот, а мейтененс, а мейтененс при этом усложняется, затраты, количество часов и затрат уменьшается, но уровень и квалификация специалистов растет, потому что более сложная техника и более сложное это затошение. И где-то уже начинает стираться грань между специалистом по планеру и двигателю и специалистом по радиоэлектронному оборудованию, где-то есть вот эта вот грань начинает стираться, да, вот так. Мы уже целое поколение вырастили молодежи, вот, у нас молодежь все время поступает в учебных заведениях. Мы постоянно учим это персонал. У нас на сегодняшний день это list certified staff составляет около 200 человек, да, вот. Всего ИТС там 230 человек, вот, это инженерно-технического персонала, вот. На самом деле молодежь умная, достаточно умная, чтобы это... И вот эти выпускники, они там через 3-5 лет действительно становятся, они продвинуты. Молодежь продвинута, особенно вот в ИТ-технологии. Молодежь приходит подготовленная с языком, да, вот это. Я думаю, наоборот, вот, наоборот, сейчас современная молодежь, она все быстрее и быстрее осваивает технику. Вот, я не соглашусь с теми, что современная молодежь, она стала там разбалантом, не знаю, где-то, но не у нас. Те, которые идут к нам, вот, это фанаты там, которые уже готовы у нас работать, да, вот. Спасибо.